Алкоголь, как бы чудесен и приятен, но мне был это яд. Сколько нужно пить, чтобы? Чтобы что? Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Владислав Пслицын, я эксперт по самогоноварению. И наш сегодняшний ролик будет носить такой справочный характер. Я решил озаглавить его, сколько нужно пить, чтобы? Итак, давайте разберемся, чтобы что. Известно, что алкоголь, как бы чудесен и приятен, но мне был это яд, и поэтому первым в нашем списке вопросов, чтобы? Сколько нужно пить, чтобы не повредить здоровью? Абсолютно безопасным алкоголь не может быть ни в каких дозах, но известно, что если пить больше определенной нормы, начинают страдать клетки наших внутренних органов. Страдает мозг, страдает печень, почки, глаза, куча всего страдает, но разная доза для разных органов. И, например, для того, чтобы клетки мозга успели восстановиться после алкогольных возлияний, нужно выпить не более чем 16 миллиграмм абсолютного спирта. Можете сами посчитать, сколько это будет на водочку, за раз, за один прием. Если пить больше, то, соответственно, клетки погибают безвозвратно. Печень более устойчива к возлиянию, и, соответственно, она способна сохранить живыми все свои клетки. Если мы за раз выпиваем не более чем 90 грамм абсолютного спирта, соответственно, чуть более одного стакана 40-градусной крепости напитка. Если больше, то некоторые клетки умирают безвозвратно. Ну и, соответственно, между такими возлияниями должен проходить определенный период, в течение которого органы могут восстановиться. И врачи утверждают, что этот период где-то 8 дней. Поэтому пить, например, раз в неделю каждую пятницу не совсем вариант, потому что это всего 7 дней. Нужно пить несколько реже, если вы хотите сохранить в полной боевой готовности все свои органы. Следующее, что бы. Сколько нужно выпить для того, чтобы на следующее утро у вас не было похмелья? Здесь прямая связь с тем, сколько вы весите. Потому что понятно, что для человека массой 50 килограмм, если это хрупкая девушка, и для человека 100 килограмм, если это ваш покорный слуга, дозы будут отличаться. Так вот, беспохмельная доза в расчете на килограмм веса это 1,5 миллилитра по абсолютному спирту, ну или в пересчете на 40 градусные напитки 3,75 миллилитра на килограмм веса. Соответственно, для среднего 70 килограммового человека это где-то 260 миллилитров. Следует учитывать, что с возрастом это количество планомерно уменьшается. Соответственно, если вы молодой здоровый бык, вы можете себе позволить всю эту дозу. Если вы уже постарше, ориентируетесь на свое самочувствие, там эта доза может снижаться. И вообще не следует похвалиться количеством выпитого. Удовольствия и здоровья это не прибавляет. Также снижают эту допустимую дозу. Если вы женщина, для женщины они несколько меньше. А также если вы пьете что-то сложно составное. Соответственно, самым чистым, самым беспохмельным напитком является напиток на основе спирта ректификата, максимальной очистки. То есть вот такого 96 градусного. На худой конец чистой, хорошей, качественной водки из магазина. Дистилляты более тяжелая вещь. Соответственно, имеют меньшую дозу. Но ведь мы гоним их не для того, чтобы выпить много. Мы гоним их для того, чтобы получить удовольствие. Поэтому я полагаю, среди нас, среди подписчиков, нет тех, кто стремится к большим количествам. Не в этом счастье. Ну и третье, о котором я хотел бы поговорить, это риск спится. Так вот, соответственно, что значит спится? Это когда вы себя не контролируете. Вы себя не контролируете, это не значит, что вы пошли крушить всё вокруг. Вы себя не контролируете, когда вы перестаёте быть способны остановиться вовремя на нужной дозе, когда чувствуете, что завтра уже будет плохо. Вот это и есть потеря контроля. Потеря контроля, связанная с буянством, это совсем другая история. Так вот, чтобы не спиться, то есть, чтобы не войти в ту стадию привязанности к алкоголю, когда вы не можете остановиться вовремя, норма является от 100 до 300 миллилитров 1,4 раза в месяц. Если больше или чаще, есть риск привыкнуть и потерять контроль. Поэтому прикидывайте для себя. Но есть несколько правил, соблюдая которые, вы сможете застраховать себя от риска. Впасть в алкоголизм. Итак, первое. Не смешивать напитки разного происхождения. Ну, я думаю, многие знают, что хорошо между собой уживаются, например, зерновые, то есть, пиво и виски. Хорошо между собой уживаются фруктовые, например, вино и бренди, коньяк и так далее, и так далее. А вот смешивать группы между собой не стоит. Ну и тем более не стоит смешивать алкоголь с чем-то начиненным пузырьками. Будь то газированные напитки или шампанское. Все это быстрее всасывается и дальше уносит. Следующее правило. Не пить, находясь в состоянии стресса. Ну или, как говорил один мой знакомый психолог, у которого я когда-то заканчивал курсы ораторского искусства. Не пить с горя. Не пить с горя более 70 миллилитров. Потому что это тоже прямая дорожка. С радостью, пожалуйста, с горя лучше найти другой способ. Лучше всего выспаться, я считаю. Потому что утро вечером дуренее. Ну и связанное с этим следующее правило. Не пить с недосыпу после бессонной ночи. Потому что организм и так ослаблен, напряжен. Тут ему становится вдвойне тяжелее. Следующее правило. Не совмещать выпивку и сигареты. Особенно сигареты в большом количестве. Они тоже гораздо больше трудностей создают нашему организму, чем наш любимый алкоголь. Поэтому если пьем, то не надо курить. Потом. Потом. Уже на трезвую голову, если очень хочется. А лучше не надо. Следующий совет. Не чистить. То есть не спешить выпивать одну за одной. Одну за одной. Делать паузы между рюмочками. Ведь, опять-таки, мы собрались с вами не для того, чтобы напиться. Мы собрались для того, чтобы пообщаться. Вот и общайтесь со своими друзьями. Не гонитесь за количеством тостов. И следующее правило. Это правило половины рюмки. Смысл его заключается в том, чтобы наливать рюмку не с горкой. Стакан и с горкой наливать наполовину. Как показывают исследования психологов, это более контролируемый способ употребления. Когда рюмки не полные, в большом количестве легче контролировать количество выпитого. И мы не уходим, не теряем контроль. Ну и в плане закусок. Как бы странно это ни звучало, очень большое значение в отравлении алкоголем играет закуска. Если закуска тяжелая, если это мясо, если это что-то жирное, похмелье на утро будет гораздо более тяжело. Поэтому закуска, как ни странно, не должна быть обильной. Не нужно обжираться. И должна содержать достаточно большое количество овощей и фруктов. И в этом случае организм будет легко все это переварить. А жирная пища не будет скрадывать по ощущениям градус. И вы будете точно чувствовать, сколько вы выпили. И когда пришла ваша мера. Ну а что ж, на этом у меня на сегодня все. Вы были на канале Русская Дымка. Берегите себя. И, как водится, цените натуральное.